Какая же у нас любимая тема? Лосось-меню! Во, лосось-меню, вот так вот. Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас из солнечной Паттайи. Меня зовут Вероника, и вы на канале Way2TayTV. Сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией на всеми любимую тему. Какая же у нас любимая тема? Конечно же, тайская еда. А именно, я сегодня хочу провести небольшую экскурсию для вас по тайским буфетам. Тайский буфет — это такое место, куда нужно сходить каждому туристу, потому что в России такого формата заведений нет. Я, по крайней мере, точно о них не знаю. Если они есть, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может, я отстала от жизни. И сегодня я хочу рассказать вам о разных видах буфетов, которые вы можете встретить конкретно в Паттайе, ну и в Таиланде, в принципе, тоже. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Все ссылки на местоположение этих буфетов, на какие-то, возможно, видео, про которые я уже рассказывала много раз о вам, об этих буфетах, я обязательно оставлю ссылки внизу. Так что смотрите, раскрывайте инфобоксы. Итак, начнем с самого, наверное, разрекламируемого варианта буфетов. Это тайский буфет. Тайский обычный буфет, куда ходят обычно все тайцы. Вы видели 100-500 обзоров на YouTube про этот вариант буфетов. Ну, это буфет, допустим, Ninja, The Fish, их много в Паттайе, в порядка 10. Посмотрите в инфобоксе, я оставила ссылку на список всех известных мне буфетов в Паттайе, которые ныне существуют и работают. Итак, что же это за формат такой? Буфет, тайский буфет, он представляет из себя такой большой ангар, обычно это некондиционируемое помещение, где есть готовые еды в меньшей степени, всякие салаты довольно острые, рис какой-то жареный, вот такой вот стандартный тайский формат. И второй вариант, это сырая еда, это различное мясо порезанное, морепродукты, конечно же, за которые мы все туда идем, и какая-то там травка, в общем, все вот это вот, чтобы все это вкусно приготовить. Вам дают такое изобретение, не знаю чье, на котором сверху вы можете жарить, и по бокам вы можете варить. Я снимала видео про буфет Ninja, ссылку оставлю в инфобоксе, загляните, посмотрите, там все подробно-подробно. Давайте расскажем о минусах и плюсах этого заведения. Плюсы, это, конечно же, цена. Цена от 150 бат до 350, ну, там где-то до 400. Это, если 400, там какие-то супер крабы, но на самом деле, ну, мы никогда не берем, почти никогда не берем расширенный вариант, потому что стандартного варианта, бат за 200, за 150, вам вполне себе хватит. Допустим, мы с Димой едим там исключительно креветки, то есть Дима вообще, по-моему, килограмма два креветок съедает, и, грубо говоря, купает наш поход. Еще один плюс, конечно же, то, что вы окунетесь, скажем так, именно в тайское такое заведение, куда ходят сами тайцы, скажем так, у вас будут такие туристические впечатления о Таиландии, ну, и, конечно же, вы там можете попробовать кучу разных морепродуктов, таких, как вы, ну, допустим, хотите чуть-чуть попробовать, заказывать целое блюдо нет смысла, а там их много, там всякие ракушки, всякие мидии, вот это вы можете там попробовать всего по чуть-чуть и узнать их вкус. Какие же минусы в этом заведении? Минусы следующие. Это довольно типичное тайское заведение, поэтому там, скажем так, нет таких норм санпина, да, к которым мы привыкли, пластиковая посуда, кое-где она прожженная, такая, как бы, ну, многим это не очень нравится, то есть это все очень так тай-стайл. Следующая сеть ресторанов, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это сеть ресторанов Сизлер. Сизлер есть во всех уголках Таиланда, абсолютно практически в каждом торговом центре вы найдете Сизлер, а в Паттайе их два, я составлю ссылки внизу под видео. Мы Сизлер очень любим, то есть это практически стандартное место, куда мы ходим покушать, если находимся в центре города, или, допустим, мы ходим на выходных. Это стейкхаус, формат такой, вы покупаете стейк, и буфет вам дается бесплатно, салат-бар он больше называется. Мы же постоянно туда ходим и покупаем исключительно салат-бар. Стоит сейчас 139 бат, за Алису мы не платим, и получается, что мы едим безлимитную еду за каких-то 300 бат, ну, вместе все втроем, поэтому цена абсолютно шикарная. Что же ходит в этот буфет, я также уже снимала про него отдельное видео, ссылка внизу. Сейчас вкратце скажу. Буфет называется салат-бар, но туда входят и макароны, и фрукты, и десерты, и супы, тыквенный суп, суп с грибами, все такое очень европейское. И, конечно, множество вариантов салатов, то есть абсолютно огромное количество разных там заправок, там даже есть заправка крем-чиз, у меня аж слюни потекли. Крем-чиз, сделанное из сыра там какого-то дурблю, в общем, какая-то такая очень сырная, очень вкусная, очень жирная заправочка. Также мы обожаем там печеную тыкву с чесноком, там есть готовый салат цезарь, готовый салат с курицей, с каким-то миндалем нарезанным. То есть, если сами не хотите составлять салат, готовые салаты там есть. Ну, реально, слюни даже потекли. Мы очень любим это место, я вам обязательно советую туда сходить и пообедать там в свой отпуск. Так, а плюсы-минусы, какие рестораны Сизер? Ну, я не знаю, какие минусы. Наверное, потому что там вы не попробуете тайской еды, это все-таки европейское такое заведение, и в этом же состоит и его плюс, потому что многие люди, многие туристы, которые приезжают в Таиланд, не все любят тайскую еду и ищут, ищут, где же, где же, нормально, грубо говоря, поесть. Это вот для вас прекрасный вариант это Сизер, тем более там есть стейки, любители едущие, сеть ресторанов по Таиланде и в Таиланде в целом, которые также встретить вы можете практически в любом торговом центре Таиланда, это рестораны Oshigroup. Oshigroup это японская компания, которая активно купировала тайский рынок, она производит очень много продуктов, которые вы видите и покупаете в 7-11, и, конечно же, у нее есть рестораны. Рестораны, я думаю, вы все видели, это рестораны с таким конвейером для подачи еды, то есть между столиками такой паровозик едет, конвейер, да, с маленькими тарелочками, на них, на этих тарелочках лежат какие-то продукты. Каждый ресторан Oshigroup, они друг от друга отличаются. Виды это хот-пот, хот-пот это что такое? Это кастрюлька с супом, где вы все это варите, все, что едет к вам на конвейере. Плюс там есть очень качественные, очень вкусные суши, готовые креветки в панировке, рыбка в панировке, какие-то сосиски, ну, то есть какой-то набор готовых блюд там есть, но в основном там надо, конечно, самостоятельно готовить. И второй вариант, который бывает в этих Oshigroup, это барбекю-буфет, то есть это некая сковородка, либо такая сеточка, на которой вы, соответственно, не варите все ваши продукты, а жарите. Еще у Oshigroup в Паттайе есть самое гламурное, самое такое дорогое заведение, оно стоит 590 бат, я давно мечтаю туда сходить, я, наверное, кого-нибудь сблатую, Дима не любит суши, поэтому туда не хочет идти. Это именно Japanese Buffet, то есть там акцент идет на японскую еду, на суши, на сашими, там все очень качественное, все такое, как бы, премиум продукты. Минус этих заведений в том, что там ограничено время. В разных местах по-разному, он где-то от часа 15 минут до часа 1 час 45 минут. Качество продуктов там отменное. Цена? Цена от 350 бат и выше, то есть, как я сказала, в самом дорогом это 590 бат и 350 в самом дешевом. Там всегда куча народу, там всегда очереди, в торговый центр придете, там выдают такие номерки, и вы ждете своей очереди, чтобы туда попасть. Тоже очень советую, очень интересный опыт, особенно этот конвейер забавляет. С детьми, не знаю, мне кажется, туда не сильно комфортно идти, я, по крайней мере, с Алисой туда не пойду, потому что, во-первых, время ограничено, вы только будете раздражаться, что что-то не попробуете, отвлекаться на ребенка, ну и, во-вторых, как бы там надо платить за ребенка, это получается довольно дорого, 200 бат, и вряд ли вообще дети там что-то будут, ну, какое-то кушать, кроме курицы, поэтому смысл туда идти с детьми, я не сильно вижу. Это следующий вариант буфета, это ресторан «Финн», он довольно сильно разрекламирован на русском рунете, я к своему стыду практически там месяца два назад только туда попала, мы ходили туда с моими подругами на день рождения, и составила о нем свое мнение. Там есть несколько вариантов, там 290 – это обычный тайский буфет, 390 – это буфет с всякими разными крабами, то есть премиум сифуд, но тоже сырой, и 490 – это тот вариант, который выбрали мы с подругами, лосось-меню, вот так, это правильно так сказать, то есть вам приносят такое большое меню, на нем куча-куча вариантов продуктов из лосося, вы отмечаете галочками, что вам приготовить, и вам это готовят, то есть вам там готовить не надо, конечно, очень вкусно, очень много, ограничений по времени нет, но все из лосося, то есть разнообразие в блюдах получается такое, очень даже минимальное, и со временем вы просто, вам уже не хочется этого лосося, а он все идет, 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 очень надо аккуратно заказывать, потому что мы набрали, и потом не могли. За 290 бат буфет меня вообще не удивил, мне показалось там всего мало, как-то все очень скудно, суши там были никакие, поэтому туда идти за 200, ну, чтобы взять вариант за 90 бат, я вам вообще не советую, лучше пойти в тайский буфет. Еще интересное место, о котором я уже снимала видео, не устаю это повторять, у меня видео про ресторан довольно много на канале, ссылку оставлю внизу, это буфет, где робот, второй буфет с роботом, сейчас в Бангкок, на экскурсию в Бангкоке, возят в этот ресторан с роботом, он есть в Паттайе, в Централ Фестиваль, на пятом этаже, ссылку на взор этого ресторана я вам оставлю внизу, в описании, заходите, смотрите, классный ресторан, мне там все понравилось, там все подробнее в видео посмотрите. Еще довольно популярный ресторан, это ресторан сети Five Seasons, в Паттайе их два, один находится в Централ Фестивале, другой находится в Харбор Моле, и я бы вам советовала идти в Харбор Мол, потому что там время присутствия в вашем ресторане не ограничено, и плюс там можно проносить свой алкоголь, это уже проверено моими друзьями. Что касается ресторанов Централ Фестиваль, там, по-моему, больше русского меню, но время, как я уже сказала, ограничено, поэтому это определенно минус, там нет сифуда, это буфет стейк-хаус, то есть там лежит много видов сырого мяса, которое вы выбираете, кусочки, которые вам приглянулись, и вам повар их тут же при вас готовит, тут же при вас делает вам стейки, то есть ресторан рекомендую именно для любителей стейков, морепродуктов там совсем никаких нет. Сейчас в Паттайе очень распространена японская тема, сейчас кругом открываются японские буфеты, я, к сожалению, еще ни в одном не была, планирую обязательно сходить, и я вам просто оставлю ссылку в описании на те места, которые я уже знаю, но где я еще не была, так что отзыва у меня никакого нет, но информация есть, так что смотрите в описании. Следующий вариант, который я бы хотела рассказать, наконец-то мы переходим к самым супер, самым крутым, самым лакшери и вкусным буфетам, это буфеты, которые находятся при отелях. Практически каждый отель в Паттайе устраивает вот такой вот вечерний, обычный это буфет для своих постояльцев, и, конечно же, вы можете тоже туда попасть. Я рекламендую это мероприятие для какого-то особенного вечера, может быть, завершения вашего отпуска, или, может быть, у вас день рождения во время отпуска. То есть, так как цена там соответствующая, примерно в среднем вот в таких вот больших отелях это где-то около 1200 бат на человека, при этом не учитываются в эту цену напитки никакие, тем более алкоголь. Из подобных заведений я вам рекомендую посетить ресторан Эдж, и второе место это ресторан отеля Сям-Сям, по-моему, называется The Fish, я там еще не была, но меня Дима обещал туда сводить. Там это удовольствие стоит порядка 700 или там что-то 800 бат, вечерний ужин, и за 1100-1200 бат вам еще будут включены туда алкогольные напитки. Ресторан Сям, почему я туда хочу попасть, и по отзывам он даже круче, чем ресторан Эдж, потому что там есть живые устрицы, там очень интересные вкусные десерты, и вообще главное отличие от этих ресторанов, что там и подача, и продукты премиум-класса, и подача такая очень, все очень красиво разложено, все так по-ресторанному, а не как, знаете, в шведских столах просто такие лоточки, где все это навалено, да, а там все очень изысканно, красиво, и поэтому вы получите не только вкусное, да, вкус удовольствия от еды, но еще визуальное удовольствие, прекрасно проведете время в красивом интерьере. Если вам понравился этот обзор, то обязательно ставьте лайк, если вам показалось это видео полезным, то обязательно поделитесь им, ведь другим оно тоже может быть полезно. Оставляйте комментарии под видео, если вы были в каких-то из этих мест, то оставляйте свои отзывы, это поможет другим сделать свой правильный выбор. И, конечно же, я не прощаюсь с вами, встретимся в следующих видео, и продолжим.